Пока на улице снег до конца не растаял, хоккей на траве превратился в хоккей на паркете. Выясняет отношения команды пятерками. Четыре полевых игрока плюс вратарь. На все про все у них три тайма по 10 минут. Всего в турнире «Снежная Алтай» участвуют 10 команд. Четыре из Пермского края и Республики Татарстан. И две барнаульские команды «Юность Алтая». Участницам от 11 до 13 лет. И кто-то опыт набирает, а кто-то им делится. На местном уровне у нас конкуренция слабоватая, так скажем. И поэтому вот этот именно турнир для нас очень важный. Потому что здесь ребята как бы не только играют, да, но и здесь какие-то и психологические барьеры решаются тоже у команды. Потому что команды сильные. Команды Казани очень сильные, команды из Перми тоже, в общем-то, ребята подготовлены на уровне. Команды разделены на две группы по пять команд. В группе А уверенно лидирует сборная Татарстана. А вот в Б наши девочки из «Юности Алтая». Задачи у команд разные. Для одних победа, для других подготовка к сезону. Для нашей первенской команды, а у нас их здесь четыре, мы ставим, это подготовка к большому хоккею на траве, то есть к летнему сезону. Такая мини-репетиция. Да, можно выразить так, потому что мы привезли 43 человека сюда. Первый старт, и которым команды готовятся сейчас, это первенство России. Оно состоится в конце июля в Выборге Ленинградской области. Наша команда ставит перед собой минимальную задачу – попасть в тройку. К старту сезона готовится и главная краевая команда «Коммунальщик». Девчонки уже активно тренируются, иногда даже выходят на уличное поле. Администрация клуба провела и трансферную политику в составе три новых игрока. Одна из Краснодарского края и еще две из Москвы. Они должны усилить состав и заменить травмированных. Главное, чтобы остальные живы-здоровы были. Потому что старые травмы дают знать, кто тот, кто тот со спиной, кто с коленями, мучаются потихоньку. Но, тем не менее, вроде как к сезону подходим, готовы во всеоружии. Сезон для «Коммунальщика» начнется 8-9 мая в Москве играми против одноименной команды. Напомним, главная команда края играет в Суперлиги и прошлый сезон. Подопечные Владимира Кобзева завершили на пятом месте. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.